Местные жители против Красного Креста. В Днепре люди грозят подать в суд на гуманитарную организацию. Причина СТО, которая расположилась прямо под их окнами. Что не так с автомастерской и при чем здесь Красный Крест, выясняла Елена Миндалюк. Это видео отснято со двора Вячеслава. За его забором вот уже много лет работает СТО. Несколько месяцев назад они начали расширяться и струить дополнительную эстакаду. С тех пор, говорит мужчина, жить тут просто невозможно. Кувалдами бьют. Вот тут на эстакаду заезжают, так газуют, что вообще порточку не откроешь, дышать нечем. Мы довели до того, что я получил инфаркт. И состояние очень плохое. Станцию техобслуживания обустроили в этих гаражах, невзирая на близость жилых домов. Местные жаловались и чиновникам, и полиции безрезультатно. Люди говорят, владелец СТО нарушил санитарные нормы. Такие работы нельзя проводить ближе, чем за 100 метров от жилых домов. А тут и 20 нет. Я здесь живу 60 лет с этого, 70 лет в этом доме. То есть я не могу понять, я живу у себя во дворе или на территории СТО. СТО находится на территории областной организации Красного Креста. И, как выяснилось, совершенно бесплатно. Мы не хотим сдавать в аренду. Мы не хозрасчетная организация. И мы рады хотя бы какой-то помощи, которую нам оказывают. Рады этому. Нужны очень деньги. Нужны. Сдавать в аренду и тогда будет... Без аренды. Они нам и так благотворительную помощь на счет оказывают. Перечисляют хоть что могут. Сколько могут. Ну, разные суммы. То 200 гривен, то 1000. Постоянно производим техническое обслуживание автомобилей, ихних автомобилей. Поэтому, ну, то есть вот такая у нас деятельность. Именно о сотрудничестве с организацией Красного Креста. Помещение сдают бесплатно, а у людей просят по 50 гривен на гуманитарную помощь. Возмущаются местные жители. Люди написали жалобы в киевский офис организации. Оттуда пришло распоряжение. Немедленно расторгнуть договор с СТО. Терминово звільнити территорию. Мы им надали 20 числа этот документ. Вот сентября. Терминово в течение месяца. Будут звільна эту территорию? Ну, давайте пока что оставим это. Это наше сугубо лично. Лично нашего, да, будем теперь смотреть, понимать и разбираться. Но люди не верят, что СТО закроют. Поэтому уже подготовили судебный иск. А руководители областного Красного Креста хотят привлечь к уголовной ответственности за нецелевое использование земли. Елена Маналюк, Евгений Конецов. Подробности, телеканал Интер, Днепр.